всем доброго времени суток сегодняшнем видеоуроке мы с вами сделаем вот такой вот стиль где рука имитирует рисование игрушек вот наш стиль закончился и давайте я вам сейчас покажу как это можно сделать итак становимся на ленту со слайдами нажимаем правой кнопкой мыши на второй слайд у вас это будет первый выбираем вставка добавить пустой слайд переходим в параметры слайда в дополнительных материалов к уроку вы можете найти все необходимые для этого урока нажимаем на вот этот плюс выбираем добавить изображение или видео ищем папку в которой находятся наши файлы и по одному добавляем их нашу презентацию вот у нас он дальше идет игра потом мы добавляем мишку и последний у нас будет паровозик итак вы видите игрушки мы добавили если мы сейчас проиграем вот они все у нас есть останавливаем презентацию что нам теперь нужно сделать в первую очередь добавим к каждой игрушки маску ну вот начнем с паровозик он у нас самый верхний нажимаем на вот этот плюс выбираем добавить градиент вот у нас открылось окно градиента здесь если у вас что-то другое стоит вы выбираете маски ставим здесь угол 360 градусов вот у нас такая маска будет вот этот бегуночек мы двигаем поближе вот сюда чтобы у нас маленький маленький был вот тут градиент очень маленький и нажимаем ок вот у нас первая маска почти готова нам ее просто остается только поставить так как она нам нужна мы ее немножечко уменьшаем для этого мы просто левая кнопка мыши тянем за вот этот угол можете за вот этот тянуть это не важно рисование у нас будет идти с левого верхнего угла в правый нижний угол поэтому и маску нам поставить нужно с левого верхнего угла правый нижний мы можем ее вот так вот немножечко повернуть раскрепить вот здесь вот этот замочек и подогнать размеры по нашему паровозику вот мне нужно еще немножко раза развернуть его немножечко вот здесь подкорректировать и немножечко вот здесь вот примерно это конечное положение нашей маски мы стоим на первом ключевом кадре копируем это изображение во второй ключевой кадр для этого нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем здесь копировать следующий ключевой кадр переходим во второй ключевой кадр и добавляем еще один а на первом ключевом кадре мы маску должны поднять вверх поэтому мы становимся на первый ключевой кадр и вот так вот ее подвигаем вот вот это наша маска должна закрывать вернее открывать паровозик теперь становимся на слой с маской нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем использовать как маску все первая маска для паровозика у нас готова чтобы нам не путаться давайте отключим два этих слоя а вот эту маску чтобы нам не делать ее заново для всех игрушек мы ее просто продублируем нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем дублировать свой опускаем ее вниз открываем следующий у нас мишка мишка у нас будет точно также рисоваться с левого верхнего угла в правый нижний поэтому давайте сейчас выставим сначала вот так вот немножко повернем выставим размеры этой маски чтобы она полностью закрыла нашего мишку вот конечное положение нашей маски мы копируем это во второй ключевой кадр и сразу же давайте скопируем в третий ключевой кадр а теперь возвращаемся в первый и поднимаем ее вверх вот наша маска приобрела нужный вид снова становимся на слой с маской нажимаем правой кнопкой мыши и ищем использовать как маску маска для мишки у нас тоже теперь готова осталось сделать только маску для вот этой вот игры снова продублируем этот слой и опустим его вниз теперь вот эту маску нам нужно передвинуть на на нашу игру мы ее немножечко повернем вот так вот она у нас будет и немножечко наверное уменьшим вот чтобы она закрывала нашу игру опять таки это конечное положение маски поэтому копируем это изображение во второй и в третий ключевой кадр нажимаем правую кнопку мыши и выбираем копировать следующий ключевой кадр становимся на второй кадр и делаем то же самое возвращаемся в первый и поднимаем нашу маску над игрой вот так теперь становимся на слой с маской нажимаем правую кнопку мыши и выбираем использовать как маску теперь давайте выставим ключевые кадры для наших масок первый у нас будет рисоваться медвежонок поэтому мы становимся на слой с маской с медвежонком и смотрим ну начинаться у нас будет наверное с первой секунды вот я сюда стану для того чтобы нам не мешали другие слои давайте отключим все кроме медвежонка и его маски поэтому я вот это отключаю фон мы оставим и смотрим значит медвежонок ну вот по времени сколько нам нужно ну вот давайте попробуем на 4 секунды поставить и посмотрим насколько быстро он будет рисоваться вот я включаю проигрывание и мы смотрим вот наш медвежонок с 1 до 4 секунды хорошо рисуются так чтобы нам не мешали переходы я их пока отключу вот так и смотрим что у нас теперь получается вот наш мишка прорисовался с снова переходим в параметры слайда теперь у нас будет идти игра давайте включаем маску и игру нам нужно чтобы игра прорисовывалась после того как будет прорисован мишка поэтому мы становимся на слой смазкой игры берем первый ключевой кадр и двигаем его дальше вот видите мы видим что начал прорисовываться мишка вот мы нашли место сейчас подвинем немножко второй ключевой кадр потому что он нам мешает становимся снова на первый и вот видим вот место где мишка прорисовался вот где-то здесь нужно начинать рисовать игру но мне кажется что мишка довольно долго рисуется поэтому я немножечко уменьшу время для второго ключевого кадра у мишки я становлюсь на слой смазкой мишки и вот этот второй ключевой кадр наверное подвину вот примерно сюда перехожу на слой смазкой игры и ищу где мне нужно поставить первый ключевой кадр для маски игры и так я двигаю этот ключевой кадр вот я нашла место где заканчивается рисование мишки ну можно немножечко отступить и вот здесь вот поставить первый ключевой кадр для маски игры второй ключевой кадр мы подвинем примерно вот сюда ну пусть на 12 секунд он у нас стоит и нам осталось подвинуть маску для паровозика включаем наш паровозик смазкой становимся на слой смазкой двигаем сначала второй ключевой кадр и ищем положение для первого ключевого кадра вот у нас в этом месте закончила рисоваться игра поэтому мы чуть-чуть отступим и где-то здесь у нас начнется рисование паровозика первый кадр мы выставили переходим на второй и ищем его положение ну у меня он получился между первым и вторым поэтому нужно встать на третий ключевой кадр и скопировать его предыдущий вот и теперь мы ну вот пусть где-то вот здесь заканчивается второй ключевой кадр давайте теперь посмотрим что у нас получилось из того что мы делали вот начинает прорисовываться мишка теперь начинает рисоваться игра и появляется паровозик вот это в принципе то что нам нужно теперь нам осталось добавить сюда руку которая будет имитировать наше рисование стоим на самом верхнем слое нажимаем вот этот плюсик добавить изображение и берем руку открываем рука у нас достаточно короткая поэтому нам нужно сделать так чтобы не видно было вот этого вот края значит как мы это сделаем во первых нам нужно увеличить нашу руку и повернуть вот мы ее поворачиваем вот этого пожалуй уже будет достаточно поскольку я стою на втором ключевом кадре нажимаю левой кнопкой мыши и ищу копировать в предыдущий ключевой кадр теперь для того чтобы нам сделать рисование нам понадобится очень много ключевых кадров я нажимаю на вот эту кнопку и добавляю достаточно много ключевых кадров если нам потом если у нас они окажутся лишние мы потом их просто уберем а сейчас я даже не считаю их будем делать все по мере того как у нас будет получаться итак первый ключевой кадр мы совмещаем с началом рисования вот видите тот момент где у нас появилась первое ушко нашего мишки вот вот эта часть вот эта область именно сюда нам нужно поставить нашу руку вот первый ключевой кадр я зажимаю левую кнопку мыши и выставляю руку так чтобы она начиналась именно здесь и я вижу что у меня вот здесь немножечко не хватает руки поэтому я вот так вот немножечко растягиваю чтобы она спряталась и совмещаю опять с вот этим ухом итак первый ключевой кадр у нас готов становимся на второй ключевой кадр двигаем его вот видите у нас появляется маска значит нам второй ключевой кадр нужно поставить где то ну вот здесь вот вот мы руку перемещаем вот так вот и совмещаем именно там где начинаем рисоваться мишка переходим в третий ключевой кадр двигаем его тоже ищем ну примерно смотрите где вам поставить ну давайте вот здесь вот точно так же берем руку и перемещаем ее вот сюда вот то есть у нас должны быть зигзагообразные такие движения руки и кончик ручки должен совпадать с тем местом где открывается в данный момент наша маска итак итак третий кадр мы поставили переходим на четвертый заставляем его ну примерно здесь я стараюсь чтобы у меня примерно одинаковое расстояние было между ключевыми кадрами а руку я подвигаю туда куда мне надо вот в то место где у нас открывается маска можно немножечко повернуть руку чтобы она более естественно смотрелось вот так становлюсь на пятый ключевой кадр вот у меня примерно следующее положение маски и вот сюда я поставлю руку захожу становлюсь на шестой ключевой кадр и то же самое перемещаю теперь руку вот сюда дальше можно опять ее немножечко повернуть седьмой ключевой кадр вот у нас будет наверное здесь и восьмой в самом конце рисования мишки вот мы подвигали восьмой ключевой кадр совместили положение руки можно немножечко еще подвинуть ее вот здесь вращением вот я вот так совместила и давайте теперь посмотрим что у нас получилось вот я нажимаю проигрывание и вот мы видим что мишка наш рисуется и в то же время рука имитирует это рисование и так с мишкой мы закончили единственное что вот здесь немножечко нужно наверное он начинает рисоваться быстрее чем начинает двигаться рука поэтому вот этот первый ключевой кадр нам нужно подвинуть посмотрим что теперь получается вот теперь вроде бы нормально и так мишку мы нарисовали дальше у нас будет игра это у нас был 8 ключевой кадр видите у нас осталось их всего 4 давайте встанем на последний и добавим еще несколько становлюсь на девятый ключевой кадр и ищу его положение там где начинает опускаться маска для игры вот это положение видите вот начинает рисоваться маска вот чтоб чуть-чуть открылась она чтобы нам видно было куда ставить ручку и передвигаю руку это у нас девятый ключевой кадр следующий кадр нужно передвинуть руку наверное вот сюда и совместить немножечко подвинуть этот ключевой кадр вот я нашла то положение где открывается маска и точно так же мы делаем все остальные ключевые кадры одиннадцатый ставим где-то вот здесь и двигаем его до совмещения вот так двенадцатый в противоположном углу ставим где-то вот здесь и можно немножечко повернуть руку и двигая его чтобы найти наше положение вот она у меня чтобы наша рука не закрывала нам обзор потому что когда мы становимся на следующие ключевые кадры она возвращается в первоначальное свое положение давайте мы двенадцатый кадр скопируем в тринадцатый и все последующие кадры тоже скопируем чтобы нам было легче работать итак я стою на двенадцатом ключевом кадре нажимаем правую кнопку мыши и выбираю скопировать следующий ключевой кадр перехожу на тринадцатый и делаю то же самое перехожу на четырнадцатый и так до самого конца итак мы нашли место положения для двенадцатого ключевого кадра займемся тринадцатым мы подвинем его скорее всего это у нас будет уже низ нашей игры и вот тут два таких вот интересные две такие интересные фигуры передвигаем руку именно сюда вот мы нашли место положения для тринадцатого кадра становимся на четырнадцатый и это у нас будет завершающий для игры вот примерно его место и в руку мы подвигаем вот сюда давайте теперь посмотрим что у нас получилось вот вот начинает у нас рисоваться мишка теперь начинает рисоваться игра в общем то все у нас получилось теперь нам осталось сделать движение руки для паровозика становимся снова на последний ключевой кадр добавляем несколько ключевых кадров ну давайте еще штуки четыре наверное добавим теперь становимся на пятнадцатый ключевой кадр и ищем где у нас начинает рисоваться паровозик вот это место я подвожу сюда руку теперь становлюсь на шестнадцатый ключевой кадр я думаю что вы уже поняли весь принцип этой работы и в общем то здесь уже не запутаетесь итак мы все ключевые кадры вот так проходим совмещаем с нашим паровозиком вот и последний наверное ключевой кадр где у нас паровозик уже нарисовался вот здесь и теперь самый последний ключевой кадр мы ставим недалеко от предыдущего и руку полностью уводим за экран и давайте теперь посмотрим что у нас в результате получилось вот рисуется мишка он самый большой поэтому он медленнее всего рисуется потом идёт быстрее и быстрее вот то к чему мы с вами сегодня стремились итак в сегодняшнем видеоуроке мы научились с вами делать имитацию рисунка игрушек при помощи руки с ручкой на этом наш видеоурок окончен всего вам доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч